С начала года в Чувашии погиб 41 младенец, причем все малыши были здоровые. Власти республики всерьез обеспокоены ситуацией и усиливают межведомственное взаимодействие для профилактики подобных трагедий. Один из последних случаев произошел в столице Чувашии по улице Богдана Хмельницкого, где обнаружили тело новорожденной девочки. В кратчайшие сроки установили подозреваемую в убийстве. Ею оказалась 17-летняя студентка, которая разила ребенка и выбросила в мусоропровод. В результате девочка скончалась. Это уже третий случай убийства ребенка за год. На 1 октября 2018 года 41 ребенок у нас погиб от внешних причин. Поэтому мы обратились в следственный комитет, синициировали это совещание совместно. И следственный комитет поддержал для того, чтобы в перспективу принять совмещенные решения вместе с органами местного управления, для того, чтобы профилактировать вот эти внешние смертности от внешних причин. Что толкает женщин на преступления, сложные жизненные ситуации или финансовые трудности? Если причины только в этом, то ведь есть возможность оставить нежеланного ребенка в больнице. И кстати, вокруг столько семейных пар не могут стать родителями. Вполне возможно, что этот ненужный ребенок окажется очень нужным. Следственное управление, следственное комитет Российской Федерации по Чувашской Республике выступает с инициативой необходимости проработки вопроса развития в Чувашской Республике системы бэйби-боксов. В случае наличия таких условий у матерей, у которых в силу различных жизненных обстоятельств и причин отсутствует возможность заниматься воспитанием ребенка, у таких матерей будет возможность от него отказаться и передать органам государственной власти для последующего развития и воспитания. Еще одна причина младенческой смертности – невнимательность взрослых, особенно молодых родителей. Эта тема чрезвычайно актуальна. Дело в том, что я думаю, что для родителей нужно запомнить две простых вещи. Первое – это что младенец, маленький ребенок не должен оставаться без присмотра. Они должны понимать, что даже короткое время, когда ребенок остается без присмотра, может случиться беда. И второй момент – это создать безопасную среду окружающую для младенца. Как ухаживать за младенцем будущие мамы учатся еще до родов. В этом им помогают участковые педиатры. Они же и проверяют условия, в которых будет жить младенец. Важно обеспечить безопасность ребенка во время сна, во время бодрствования. Во время бодрствования тем более, ведь дети очень активные и с каждым днем двигаются все больше и больше. Поэтому всегда стараемся обеспечить безопасность ребенка, следить за ребенком. В Минздраве республики предложили ввести систему контроля за беременными и обязать будущих родителей обучаться в школе для молодых пап и мам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!